В начале оперативного совещания о работе с обращениями граждан выступил начальник информационно-аналитического отдела Гульна Сахиярова. За прошедшую неделю было зафиксировано 355 жалоб, 242 на тему ЖКХ. Эльдар Валидов поручил устранять возникающие проблемы, не дожидаясь обращений жителей в социальных сетях. Бывают где-то порывы, где-то у нас мы устраняем, которые происходят, где-то сети меняем. Не надо, наверное, обращений жителей ждать, чтобы мы там заасфальтировали. Это же, наверное, неправильно. Мы сами должны в первую очередь те места, где уже грунт осел, где уже позволяет заасфальтировать, надо пройти, посмотрите, промониторьте. В единую диспетчерскую службу поступило 1601 обращение. Зафиксировано 4 возгорания, 15 ДТП. С начала года в Нефтекамске на пожарах погибли 3 человека, двое пострадали. Также 18 июня зарегистрировано смертельное падение с высоты. Предварительная причина – суицид. Кроме того, сегодня в 5 часов утра поступило сообщение, связываясь о том, что произошел пожар, огнем поврежден диван, домашнее имущество. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. Примерный ущерб составил 200 тысяч. В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжаются профилактические и ремонтные работы. По трем адресам произошло аварийное отключение электроэнергии и горячее водоснабжение. Неполадки устранены в нормативные сроки. Уборка города и вывоз мусора производятся в штатном режиме. Также управляющими компаниями проводятся работы по опрессовке и гидравлическим испытаниям системы отопления в жилищном фонде. На сегодняшний день проведена промывка систем в 308 МКД из 633, а прессовка проведена в 284 МКД, что составляет 45% готовности МКД к отопительному сезону на 2024-2025 год. В городе ведется масштабная работа с молодежью. Работает 25 молодежных объединений. В 2023 году «Нефтекамск» участвовала в реализации проекта «Регион для молодых». На выигранные в грантовом конкурсе деньги был отремонтирован Дом молодежи. Для подростков было проведено 695 мероприятий различной направленности с приглашением интересных спикеров. Ежегодно специалисты Комитета по делам молодежи принимают участие в республиканских и всероссийских конкурсах. Наши достижения в 2023 году. Команда объединения подростковых клубов «Октава» «Не дня без добрых дел» получила специальную номинацию за качественную реализацию социально значимых инициатив по итогам конкурса «Время возможностей» грант 100 тысяч рублей. По итогам республиканского конкурса программ летних профильных лагерей среди учреждений молодежной политики «Октава» получила грант в размере 73 тысячи рублей. В «Нефтекамской филармонии» прошел фестиваль КВН среди пожилых людей «Веселое долголетие». Данный проект выиграл грант в конкурсе мини-грантов главы Республики Башкортостан. В игре приняли участие команды из 11 городов и районов Республики Башкортостан. В конкурсе грантов главы Республики Башкортостан проект «Сила в единстве» автономной некоммерческой организации «Центр добра, любви и гармонии» получил грант в размере 1 миллион 880 тысяч рублей. Целью проекта «Сила в единстве» является оказание комплексы поддержки участникам специальной военной операции и их семьям в решении бытовых и юридических вопросов, а также в адаптации и преодолении психологических травм, полученных в результате участия в зоне проведения СВО. По прогнозам синоптиков, холодная и дождливая погода сохранится до конца недели. Эльдар Валидов распорядился держать ситуацию в сфере ЖКХ на контроле. Жара сменилась прохладой. Я думаю, где-то неделю это все продлится, поэтому все внимательно надо смотреть, чтобы было все под контролем, не было чрезвычайных происшествий.